Русские новости Это ролик о несчастных российских СМИ за рубежом, которым в Соединенных Штатах Америки присвоили статус иностранного агентства. И тут же вот такой ответ героический. А мы теперь тогда ваши американские СМИ тоже назовем иностранными агентами. Что это могло бы значить? В Америке есть определенный закон. Пусть этот закон древний, 1938 года, как они говорят. Но это хорошо, когда законы действуют всегда. 100 лет прошло, 200, 500 лет, а закон все еще продолжает действовать. Это надо приветствовать. Смысл закона. Смысл в том, что некоторые средства массовой информации, вместо того, чтобы их закрывать, к ним особые требования предъявляются. Указывать место жительства сотрудников, показывать размеры их зарплат, сообщать о предполагаемых интервью и так далее. Довольно плотная подконтрольность. Но с точки зрения этого американского закона, если бы он действовал на территории Российской Федерации, в общем-то все средства массовой информации крупнейшие надо было бы признать иностранными агентами. Ну потому что действительно они таковыми являются. И они не показывают жизнь России, многообразие тех мнений, которые существуют о нашей государственности, об экономике и так далее. Нет этого многообразия. Есть тотальная пропаганда, которая призвана доказать, что кроме горячо любимого Владимира Владимировича Путина, никакой политики в России не существует. Вся политика, все надежды, все упования только на него родного, поэтому за него и надо будет проголосовать на очередных выборах. Этим занимаются беспрерывно. И все, что нам показывают, это очень напоминает советскую пропаганду. Рассказ вести с полей, интервью с дояркой и так далее. Все вернулось на круги своя. Никаких свободных средств массовой информации не существует. В общем-то они не должны быть свободными от общественного мнения. Структура общества должна иметь возможность высказывать свою точку зрения. Имеют сейчас русские люди возможность высказываться в СМИ. Ну хотя бы высказываться, пусть не точка зрения, которая является абсолютной, а есть разные точки. Вот есть, скажем, то, что нам предлагает еврейская общественность, это сплошь и рядом сейчас присутствует. Есть то, что предполагает, скажем, исламская общественность. Не во всем многообразии присутствует одна из точек зрения, которая предполагает незыблемость сложившегося политического порядка. Это присутствует. А вот русская часть общественности вообще полностью и целиком отсутствует в средствах массовой информации. Поэтому что там до этих арти, Russia Today, отвратительное название-то какое-то, по-русски совершенно мерзостно произносить даже это. И это мадам Симоньян, которая объявила, что если свободные выборы пройдут, то на них же победят непременно националисты. Поэтому нельзя их проводить. Ну вот такого рода личность объявлена иностранным агентом в Соединенных Штатах. Она и в России должна быть объявлена иностранным агентом, потому что это лицо заведомо аморальное, и вести какую-то информационную работу, естественно, объективно не может. И в России, надо сказать, средства массовой информации полностью уничтожены. Те, которые действительно информируют, информируют, просвещают. Остались где-то в зазорах какие-то отдельные, может быть, газеты или журналы с очень узкой ограниченной аудиторией. А там, где аудитория большая, она, конечно, создана не теми, кто сейчас владеет средствами массовой информации. Все эти структуры, СМИ, все захвачены олигархической группировкой. И они диктуют. Поэтому смотреть телевизор уже бесполезно. По привычке смотрят, как смотрели, пытались что-то понять в советский период граждане Советской России или СССР. Точнее говоря, пытались что-то там прочесть между строк в газете «Правда». Но надо сказать, что все-таки что-то было. И между строк старались, и старались как-то очень тонко выражаться. Сейчас все весомо грубозримо. Шершавым языком плаката. Все предельно примитивно. Все предельно глупо. Поэтому жаль, что смотрят по привычке телевизор, его смотреть не нужно. Ну, альтернатива – это интернет. Туда погружаются, там набирают кучу слухов, и это делают состоянием своего мозга. Всякий бред русофобский. Манипуляторы общественным мнением все-таки как-то строят свою стратегию. Поэтому они теперь пытаются высказываться так, что вроде это как не из Кремля исходит. Ну вот, включаешь телевизор, там понимаешь, все то, что показывают, это все подкремлевское. А вот в интернете, может быть, не все. И люди подхватывают всякий бред. Ну, собственно, вот вся эта история с языческим символизмом, там с языческими богами, которых, в общем, о которых никто ничего не знает. Известная история, это все было организовано КГБ в целях недопущения возрождения русского национального самосознания. И вот всю эту бредятину теперь перекачали в интернет, и люди недалекие пользуются всем этим и говорят, мы были русами, и наша страна называлась Русь. Бред сивой кобылы, не было никогда никаких русов. Русы это маленькое племя еще неизвестного происхождения, там по где-то каким-то скандинавским канонам это вообще было, со слове грибцов. История весьма темная. Не, мы были русами, и это была Русь, а потом стала Россия, и стало все плохо. Ну, это рассуждение идиота, которому в мозг поселили вот этот идеологический вирус. И таких вирусов в интернете полно. И разбирать их просто нет ни мочи, ни желания. Ну, просто человек должен сам как-то с этим разобраться. Что если ему навязывают какую-то примитивную схему, наверное, она недостаточная для того, чтобы считать себя просто умным человеком. Если ты подхватываешь вот этот русофобский бред про каких-то русов, про какую-то там Русь изначальную, ну, значит, что-то у тебя с головой не так. Ну, есть люди как-то более образованные, более авторитетные, которые могут подсказать, ну, парень, ты немножко посмотри немножко по сторонам. Но этим парням оказывается иногда там 40, 50, 60, а то и 70 лет. И вот такие недоросли уже в преклонных годах продолжают что-то утверждать и сами становятся вот таким передаточным звеном русофобских средств массовой информации, которые внедрились уже в интернет. И там тысячи так называемых хомячков сидят, которые заходят, ты там что-то опубликал, они заходят и говорят, а бред или там автор там такой-то и такой-то, ну, польют матом и уйдут. Но это люди, которые не в диалог пытаются войти, а пытаются разрушить любой диалог. Поэтому я обращаюсь ко всем пользователям сети интернет. Если вы где-то модерируете какие-то страницы, пожалуйста, чистите пространство. Но нельзя оставлять под видеороликом, который просматривает десятки тысяч людей, горячечный бред или какую-то вот пакость, которую оставляют так называемые хомячки. Они работают за деньги. А мы все это дело обязаны читать. Нет, надо сразу их в черный список заносить и железно никогда никого из черного списка не вынимать. Дайте только повод, мы занесем вас в черный список. Вот такой должен быть принцип. Иначе все пространство будет загажено. Все пространство будет заполнено этим горячечным бредом и информационными фекалиями. И телевизор смотреть не надо. Вот вывод из того сообщения, которое много дней уже муссируется в так называемых средствах массовой информации. Я хотел бы еще отметить двойную мораль, которую мы видим от путинских СМИ. Нас там ущемляют, у нас свободу слова оказывается ущемляют за рубежом. В Европах и в Америке притесняют те свободы, которые там гарантированы. Господа, а здесь в Российской Федерации у нас ничего не притесняют? У нас все нормально, все в порядке. Чего вы через забор-то все время заглядываете? И что вы туда поползли с этим каналом Russia Today просвещать о России и вообще о событиях в мире? С какой точки зрения? Да нет, вы просто конкурируете с другими компаниями на рынке информационных услуг. И в данном случае вам информационные услуги заказывает Путин, то есть Кремль. И как мы к этому должны относиться? Сочувствовать? Ах, наши средства массовой информации ущемляют в Америке. Да нам наплевать на то, что там какие-то вы попытаетесь внедрить в американское общество какую-то свою правду. Она явно не наша правда. Вы не от нас свидетельствуете, не от русской цивилизации, не от русского народа. Вы от себя там что-то придумали. А здесь от себя вы вещаете сплошную ложь. Поэтому никакой веры вам не может быть ни там, ни здесь. То, что американцы вам не верят и считают вас иностранными агентами, очень правильно. Только это не русские агенты. Это кремлевские агенты, не русские. И все ваши средства массовой информации вы же один и тот же информационный пул составляете. Все они иностранные агенты, в том числе и на территории Российской Федерации. Ну вот тут еще новость. Такой вот Тельман Исмаилов, такой богатей, владелец черкизовского рынка. Как оказалось, торговец оружием. Теперь объявлен международный розыск. А что он делал на территории Российской Федерации в течение многих лет? Вот большое достижение. Прошли уже годы после краха империи Исмаилова. Можно сказать, уничтожение, полное уничтожение черкизовского рынка. Это была такая отдельная страна на территории Москвы. А что это вы вообще ничего не расследовали? А почему до сих пор Лужков не арестован? Это же главный спонсор его был. Они там обнимались, целовались. Это лепший друг был для Юрия Михайловича Незабвенного. Его так поддерживали, обожали все москвичи. Но пора было завести бы уголовное дело и расследовать его причастность к вот этому торговцу оружием. Нет, этим никто не занимается. А почему никто не занимается расследованием деятельности его братца Фазеля Мордановича, который в районе Сокол, где я проживаю, долгое время был главой района. Вот глава района Сокол, брат преступника. Чем он занимался? По нему там много было всяких нареканий от граждан. Но вместо того, чтобы его просто вышвырнуть из государственной службы, его назначили зампрефекта. Кто он назначил? Кто назначил заместителем префекта браться вот этого вот ворюги торговца оружием? Этим никто не занимается. Почему? Потому что если начинать заниматься всем этим, за веревочку постепенно вытягивается вся сеть, огромная сеть тотального воровства, тотальной измены. Это они потрошат империю одного для того, чтобы создать империю другого. Ну вот эти Мордановичи как-то просели, у них, видимо, как-то крыша немножко стала протекать, и вот той поддержки, которую они получали от Лужкова, уже нет. Поэтому взяли и разграбили. Ну точно так же, как и Батурина, супруга Лужкова. Ну была такой королевой, которая с нуля там за год заработала миллиард долларов. Здорово, да? У Лужкова нет ничего, вот все, только у Батурины. А что, правоохранительные органы не знают, что откуда, из какого кармана черпаются эти миллиарды? Кто их обеспечивает? Почему Лужков до сих пор не сидит в тюрьме? Вот она двойная мораль. Вроде как, мы боремся с коррупцией. Так вы же ее и производите. Коррупционеры борются с коррупцией. Волки за вегетарианство. Это нормально или нет? Да нет, нам ваша борьба с коррупцией абсолютно не нужна, потому что вы коррумпированы точно так же, как те, кого вы объявляете в международный розыск. Это вы можете... Вы чего его выпустили из страны-то? Чего вы не арестовали? Объявили в международный розыск. Иногда бывает, объявляют в розыск человека, который живет на соседней улице, и каждый день его встречают, и знакомые с ним раскланиваются. А так он формально в розыске разыскивают. Или как Евтушенкова, главу АФК-системы, тоже такой преступного спрута, в который входит компания МТС, МГТС и много чего еще. Да, вот решили, что он должен поделиться капитально, поэтому завели уголовное дело, объявили, что он там какие-то колоссальные долги у него перед рос нефтью, посадили под домашний арест, а потом выпустили. Ну, поделился и выпустили. Поэтому коррупционеры борются с коррупцией. Таким образом коррупция никогда не будет побеждена. И разграбление российского бюджета и нашего национального достояния будет продолжаться, пока мы не сменим эту власть, которая поганилась уже до последней степени. Она до последней степени лжива через свои средства массовой информации и до последней степени коррумпирована. И в своей борьбе с коррупцией она еще раз показывает, что она трижды коррумпирована. И коррупционеры с коррупционерами делят на вороны. Ну, и еще одна новость. Вот то, чего мы ожидаем у себя. Мы увидели в Зимбабве. Ну, долго сидел этот Мугаби там и правил, и считался вообще там национальным лидером. И у него, видимо, поддержка была 86%. Ну вот, наконец-то нашла сила, которая арестовала его. И народ вышел с ликованием и с благодарностью военным, которые совершили этот государственный переворот. Антиконституционно? Конечно, антиконституционно. Справедливо? Конечно, справедливо. Так у нас что впереди? У нас впереди конституция или справедливость? Конечно, у нас впереди справедливость. Но конституции у нас нет. Я еще раз скажу, что конституция не была принята. Она не является действующим документом. И именно так его и рассматривают в Кремле. Это не действующий документ. Не надо ссылаться на конституцию. В судах на конституцию не ссылаются. Чиновники при принятии решений не ссылаются на конституцию. Полицаи действуют, как им вздумается вообще. Для них вообще никакой закон не писан. Не действует в России ни конституция, ни закона, ничего. Мы-то чего должны все это дело уважать? Нас не уважают как народ. Нам навязывают законы, которые никто нам не обещал принимать, когда людей выбирали депутатами Государственной Думы. Или выбирали в Совет Федерации. Никто из них не обещал повышение пенсии. Оно произойдет. Оно произойдет, потому что выберут Путина. Объявят, точнее, не выберут. Выборы – это только название некой процедуры легитимации, якобы легитимации Путина. Вот его изберут. Я думаю, что его. Говорят, что, наверное, какой-то ставленник его заменит. Я не верю. Я считаю, что Путина только вперед ногами из Кремля можно вынести. Или в результате естественных, либо противоестественных причин. Неважно. Какие считать естественными, какие противоестественными. В общем, все будут естественные, если только вынесут вперед ногами. Будет провозглашен снова Путин. И вы думаете, он нам объявит, что надо повышать пенсии, что ли? Но он их повысит. И тарифы повысят. Инфляция, съезд, все добавки, которые только будут имитированы. И так далее. Вся социальная сфера будет скушена. Олигархи, потому что им не хватает. Они никак подавиться не могут теми огромными средствами, которые воруют ежедневно, ежегодно. Из российского бюджета и просто из нашего достояния. Просто нас грабят беспрерывно. Какую компанию олигархическую не возьми. Ну вот ту же МТС или МГТС. Это олигархические компании. Они занимаются беспрерывным грабежом. В ЖКХ то же самое. Это громадный спрут, который беспрерывно ворует. Который завышает тарифы. Который грабит граждан просто специальными методами. Устанавливая эти тарифы и способы платежей. Придумывая там всякие штрафы, пении. И черт еще знает что. То есть просто действительно оккупационное правительство. Орда пришла и захватила все вершины власти. Мы должны к ним с уважением относиться. Напротив, мы ждем того момента, когда наконец созреет какая-то сила в стране, которая сметет этот режим. Вот Зимбабве нашлась. У нас пока не находится. Нам говорят, не, ну давайте все легитимно, тихо. Ну давайте соглашаемся мы. И говорим, давайте вот мы народного кандидата в президенты выдвинем и изберем его. Конечно, нам будут ставить палки в колеса, будут лгать, будут засылать к нам всяких провокаторов, агентов спецслужб и просто подлецов. Ну есть, подлецов у нас всегда можно найти, главное простимулировать. И проекты, естественно, постараются разрушить, постараются не зарегистрировать народного кандидата в президенты. Если, не дай бог, он подойдет к той грани, когда вдруг он может выиграть эти выборы, могут и просто убить. Политическое убийство это обычный инструмент так называемых чекистов, которые сейчас вот с гордостью восстанавливают имя Дзержинского, этого наркомана и патологического убийцы. Его имя считается священным. Вот все остальные имена, видимо, не священные, а вот это для них священное. Ну вот образец. Они по этому образцу и строят себя, помните, как там у Маяковского, что ли, да, там, юноше, обдумывающему ему житье, делать бы жизнь с кого? Делай ее с товарища Дзержинского. Вот они делают жизнь свою с товарища Дзержинского. Вот у нас образец такой деятельности, это Владимир Путин. Он сделал свою жизнь с товарища Дзержинского. То есть отчаянный русофоб сделал себя как человека, глядя на своих старших товарищей по чекистской мафии. И, конечно, для нас этот режим под пятой чекистов является нестерпимым. Русский народ в этом режиме может только умирать. Вот он умирает, вот реально у нас на глазах умирают те поколения, которые должны держать государственность на своих плечах, удерживать ее, подкреплять ее законом, подкреплять ее нравственным порядком. Но ничего же этого нет. И самой общественности уже нет. Мне тут говорят, вот давай мы проведем там такую-такую конференцию, такой-такой съезд. Из кого собирать, если граждане не вступают в общественное объединение, никак в них не участвуют и говорят, вот сейчас кто-нибудь спустится с небес и все здесь разрешит. Или так как в Зимбабве, кто-то придет и за нас все сделает. Да вооруженная сила или там государственный мятеж, все они сделают. Ну только сделают какой-то первый шаг. А дальше-то должна существовать общественность, должны люди объединяться в общественные структуры. Эти структуры должны согласовывать свои позиции, проводить совместные мероприятия. Тогда будет общество, тогда будет кому выбирать народного кандидата в президенты. Будет кому. Мы же из последних сил, вот можно сказать, что соскребая сбору по сосенке, что-то проводим в виде съезда национально-патриотических сил. Ну где эти силы? Там взглянешь и прослезишься. Где эти силы? Наша невеликой мощности партия Великой России оказывается вот среди этих сил, можно сказать, чуть ли не самый серьезный, самый организованный и ведущий. Этот вопрос надо, конечно, как-то разрешать. Надо пытаться создавать общественные структуры. Я призываю, прежде всего, людей молодых. Нам говорят, а что-то у вас молодежи мало. Мы тоже говорим, а что-то у нас молодежи мало. Ну где вы, люди молодые, ну хотя бы 30-летние, которые уже сформировались как личности, которые уже что-то понимают в жизни, которые образовали свои семьи, уже имеют детей, имеют профессию. Ну где же вы, где ваша социальная, политическая активность? Почему вас нигде нет? Вы занимаетесь только самими собой. А кто будет заниматься Родиной? Какие поколения должны быть? Старики, что ли, Родиной должны заниматься? Так они не спасут. И для кого они тогда сражаются? Они уж для своих внуков пытаются что-то сделать. А вы хотя бы для своих детей, для себя чего-то попытайтесь сделать. Попытайтесь создать какие-то общественные структуры. Это надо делать срочно, вот прямо сейчас. Уже вчера надо было все делать. И тогда у нас были бы полноценные согласовательные процедуры, и тогда действительно у нас был бы полноценный народный лидер. Сейчас это сделать значительно труднее, гораздо сложнее, потому что нет лидеров общественного мнения. Их же официальные СМИ оболгали, затоптали и просто выкинули из информационного пространства. Но если бы мы себя вели по-другому, мы граждане, то, наверное, и ситуация была бы другая. У нас были бы свои собственные СМИ, теперь благодаря системе интернет. Их, к сожалению, нет. И есть зато куча всяких имитаторов, которые тоже начинают действовать против нас. Говорят, фи, как-то все маргинально, какие-то тут фрики собрались. И вот это вот с таким одесским душком, я бы сказал, таким одесским говорком, весь этот негатив начинает выливаться в такой мутной жижи, заливая любую позитивную информацию. Давайте мы будем создавать позитивный образ самих себя. Мы себя уважаем или нет? Мы Россию уважаем. Где позитивный образ России, который никак не может быть связан с нынешним режимом? Где позитивный образ русского народа, который совершил столько подвигов за свою длительную историю? Где его духовный облик и духовный подвиг русский народ совершал и продолжает совершать? Потому что под пятой вот этого кремлевского ига мы тоже как-то пытаемся выжить. У нас, правда, привычка уже такая сложилась, эскапизм называется, исчез, исчезновение. Мы как бы исчезаем из общественного пространства, нас нет, но мы переживаем вот эту орду, переживаем это игорь, как в системе советской власти. Вроде все за, но все относятся к этому режиму с отвращением. Ну, когда голосовать, тогда все за. Ну, как, ты начальник, я дурак. Начальник сказал голосовать за, я голосую за. Но я к делам начальника отношусь совершенно равнодушно. Там, давай за советскую власть, давай, давай, говорим мы, и начальник сам вперед один побежал. А мы развернулись и сделали вид, что не заметили, что он где-то куда-то там вперед, там, освоение Сибири, бам, там, сибирская нефть и так далее. Вся эта героика оказалась фальшивой. Сейчас мы смотрим на останки всего этого фальшивого патриотизма. Такой же патриотизм нам навевает и путинские СМИ. Да-да, мы похлопаем, скажем, да, всенародно избранный, национальный лидер, да плевать нам на все, что ты думаешь и все к чему-то призываешь. Весь ваш пафос никому не нужен. Ну, это одна сторона, другая сторона должна быть, все-таки это негативная сторона, должна быть позитивная сторона выстраивания русского общества. И главным строителем здесь должно быть молодое поколение, потому что все старые структуры уже увяли, в них нет никакой жизненности. И даже если мы что-то можем, все равно эти структуры уже дышат наладанно, они через год-два рассыплются все. А подавляющее большинство тех структур, которые были созданы в 90-е, они уже исчезли, мы даже забыли о них, забыли их названия, забыли их лидеров. Также через пару лет рассыплется все, что существует сейчас. Ну, на ровном месте-то ничего не вырастет, надо стремиться к тому, чтобы все-таки построить русское общество, которое должно построить уже затем государство для себя. Не для какого-то дяди, который будет обогащаться, не для олигархов, у олигархов все надо отнять. А кто будет отнимать? Ну, естественно, только государство может отнять, когда будет легитимное насилие. Вот легитимное насилие – это черта любого государства, это азбучная прописная истина, об этом знает любой, кто теорию государства изучал. Это легитимное насилие должно быть подчинено национальным интересам. И тогда это и будет национальное государство, русское национальное государство. К нему мы и стремимся. Россия – русскую власть.